Здоровенькие были, всем доброго дня, всем доброго времени суток, самому-самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Фискольт привет. Мои хорошие, я приветствую всех вас на своем ютуб канале. Добро пожаловать, общаемся. Я приветствую всех вас со своей приемной, со своей кухоньки. Я уже с продержкой прибежала. У меня сегодня очень удачный день, удачный. Мои хорошие, все помните женщину, которая быстро ходит. Помните? Она быстро-быстро делает руками быстрое движение. И быстро-быстро идет. Такая Рафаэлка, полненькая такая. Мне даже писали, интересно, эта женщина быстро ходит, а она хоть похудела или нет? Я так хотела с ней пообщаться. И вот я у начала конца, я выполняю свои упражнения. Да? Смотрю, она красиво идет. Идет, быстро идет. И она идет через меня. Я ее тормошу. Я ее остановила. Моя хорошая, так хочу с вами пообщаться. Она улыбается, да? Я, конечно, попросила у нее. Вы не можете нам рассказать на камеру о себе немножко. Пожалуйста. Людям будет очень интересно. Это хорошая мотивация. Нет, нет, я еще толстая. Посмотрите, я еще толстая. Я стесняюсь. Она стеснялась. Но я с ней общалась минут 10-15. Я с ней общалась, мои хорошие. Я не буду повторяться. Она от меня отошла. Я этот момент показываю по спине. И начинаю рассказывать то, что она мне поведала. Единственное, что я не сказала там парке, что она позволяет себе есть конфетку. Она говорит, я себе позволяю конфетку с чашечкой кофе. Кофе хорошо очень сбивает аппетит. Ну, то есть она полностью делает все по моим советам. И она похудела на 19 килограмм за год. У нее рост метр шестьдесят. Вес на сегодня восемьдесят семь. Она похудела за год на 19 килограмм. Да. Так вот, по поводу сладкого. Вы взвешиваетесь. Вы... Как у вас с весом сейчас? Вес сейчас у меня стоит, говорит. Но меня это радует, что он не поднимается вверх. Я за этим очень слежу. Ну, то есть она отрабатывает конфетку. Она же как мотается. Моторно, да? Нас не догонишь. Точно. Вижу цен, не вижу препятствий. И вот она еще рассказывает. Я даже с внучкой своей позволяю покупать по пачке мороженого. И мы съедаем по пачке мороженого. С внучкой. Так медленно, так красиво, в креманочке. Мы кайфуем. Пожалуйста. Даже профессор Силуянов советовал. Можно есть пачку мороженого. Вы положите мороженое. Этот надутый пакет снимите. Там вот такая пачка. Если это мороженое растанет, что там будет? Столовая ложка? Десертная ложка непонятно чего. Вы не растолстеете на этом. Ну так, знаете, порадуйте свой мозг. Обманывайте мозг небольшим количеством глюкозы. По совету профессора Силуянова, который конкретно работал в физкультуре. Значит, он заведующий кафедрой физкультуры еще был. Так. И вот мне было очень приятно. Я с человеком пообщалась. Человек меня смотрит. Человек не употребляет каши. Не-не-не, никаких каш, нет. Большие порции. Вот что мне еще понравилось. Она отметила. Я не голодная. И тут идет женщина с собачкой. Она останавливается возле нас. Ее заинтересовала наша тема. Похудение. Она говорит. Как вы худеете? Вот я не могу сбросить живот. Хотя она такая, в принципе, неполная. Ну как бы живот ей не нравится. Ну я ничего не кушаю. Я ничего не кушаю. Ну за воздухом вы живете, я и говорю. За воздухом. Ну и сладкое люблю. Вы понимаете? Сладкое я ничего не кушаю. Сладенькое, да? Вечером. Да. Ну, я ничего не кушаю. Я очень мало ем. А вот эта женщина, да? Она мне рассказывает. У меня объемные порции. Вот столько салата. Я ем мясо. Я ем и рыбу. Я не голодная. Я готовлю семье. Потому что многие пишут. Да, ты одна, тебе легко сказать. У человека семья. И человек меня слышит. Она меня смотрит. И если я говорю неправду, она напишет какое-то провержение. Она постеснялась сниматься, мои хорошие. Но я со спины быстренько ее захватила. Мы с ней общались, да? Ну вот. Так что результат. Спрашивали, какой результат у этого человека? Интересно. 19 килограмм за год. 19 килограмм за год, мои хорошие. Классно, да? Ну мне приятно было, приятно. Моя миссия выполняется. Человек прислушался, похудел. Оздоровился насколько человек. Оздоровился. Какой-то доктор это сделает? Оздоровит? У вас давление. Принимайте таблетки. Вот человек только начинает худеть, давление уходит. Мы оздоровились без таблеточек, да? Ну сейчас давайте почитаем комментарии. У нас замечательные комментарии. Я тарахчу, хочу побыстрее, да? И свет, чтобы не отключили, а то темно будет. Я понимаю, темнота, друг, молодежи. Но темно будет. Да? Читаем комментарии. Добрый день, Татьяна и все наше милое сообщество. Сама медработник. Сама медработник. Делаю удаление. С вами 4 года. За 8 месяцев минус 23 килограмма. Благодаря вашим советам. В рационе клетчатка и отрыви. Своим пациентам. Доктор с нами. Советую ваш канал. Говорю конкретно. Слушайте Татьяну и все у вас будет хорошо. Низкий вам поклон. За ваши повторения и напоминания. Вы самый грамотный блогер. Мира нам всем. Хорошие комментарии. Спасибо. Я очень стараюсь. Очень. У меня действительно такая информация. Такая. Мне не стыдно ее нести в массы. И ни один здравомыслящий медик. Врач, я имею ввиду. Медик. Медик. Тут надо сказать медик. Здравомыслящий значит медик. Специалист хороший. Никогда не скажет. Ой, она несет. Такое непонятно. Это пурга. Не несите пургу, да? Ой, мне такое писали за вчерашнее видео. Да, там немножко была тема кето-питания. Мои хорошие. Эта тема, информация вас не касается. Кто на кето живет. У вас своя программа. Вы живете на своем питании. Вам не нравится моя информация? Я нашла ее для себя. Я вот рассказала людям. Эта информация конкретно для себя. От доктора наук, от доктора биолога, от химика-биолога. У меня информация из таких источников. Вам не нравится информация? Слушайте того, кто вам нравится. Слушайте своих кумиров. Мне такое вчера писали. Я от вас отписываюсь. Я от вас отписываюсь. Вы мне неприятны. А вот доктор Берг, доктор Берг, по поводу отписываюсь. Значит, вы меня этим не расстроили. Я вас не видела. Я не вижу, откуда вы пишете. Кто-то из квартиры, кто-то из подворотни. Я не вижу вас. Я вас никогда не слышала. Не нужно оставлять после себя след. Уходите красиво. У меня выход, где вход. В Турции, когда приходят в дом, да, гости, они снимают обувь за порогом. А в дом заходят босиком. Давайте посмотрим. Увидели, да? С какими чистыми ногами заходят в дом люди. Обувь оставлена за порогом. Тут пришли, со своей программой, еще обвинили. Мы от вас отписываемся. Там одна, вторая, третья. Кажется, немного было таких, да, люди. Я же никого не держу, еще раз сказала. Кому не нравлюсь, пожалуйста, пожалуйста, на выход. Там три точки, нажимайте, канал вам не будет больше, YouTube не будет предоставлять мой канал. Не надо. Развивайтесь там, где вам нравится. Питайтесь тем, чем вам нравится. Вам нравится худеть так за месяц на 9 килограмм? Пожалуйста. На здоровье не скажу. Я не знаю, будет ли здоровье или нет. 9 килограмм за месяц – это катастрофа. Это катастрофа. Мне такое писали даже. Но это очень плохо. 9, кажется, 9 или 13 за месяц. Что-то такое было. Было такое, да. Так вот, у меня был, по поводу Берга, да, я даже не назвала в этом видео имя этого доктора, в кавычках, который не доктор. Я не назвала имя. Мне люди писали о нем, да. И у меня был очень давно такой комментарий. Этот комментарий держу вот на листочке. Записала его, да. Сейчас вам прочитаю. Значит, писала Анжелика. Я не помню, сколько лет тому назад. Доктор Бер – это ни разу не доктор. Он не врач и медицинского образования не имеет. Это обычный блогер, который собирает всякую ерунду по интернету и клепает на основе этой ерунды свои ролики. Ибо понял, что кето и зож сейчас в тренде. Гэшефт. И вот вы повелись на доход. На гэшефт. Только вы страдаете. Мало того, что вы страдаете своим здоровьем, вы тратите свое здоровье. Так. Вот и толкает в массы то, что люди хотят услышать. Я вообще считаю, что он не блогер даже. Он сектант. Исмаилет такой. Сектант. Этот доктор обозвал себя доктором. Он не имеет медицинского образования. Понимаете? Понимаете? Альтернативное образование должно быть классическое медицинское образование. И вот таким врачам больных не допускают. Он работает на русскоязычную публику. В Америке. Зеро-зеро. Он же никто. Вам нравится он? Пожалуйста. Вам нравится жить многое с жиром? Значит, вам так вкусно. Меня забрасывали камнями те, кто обожает каши. Они обожают сахара. Это же сахар. Это крахмал. И они не хотят отказываться. Они сахара, вот эту глюкозу и сахар, называют медленные углеводы. Они не хотят отказываться. Точно так. И кто вот кету. Потом говорят. Вы тоже на кету. Я на кету. Хлеб выпекаю с женой всегда в морозильной камере. Хлебцы с женой у меня пшеничные. Отруби я ем. Я на кету. Даже не понимают, что такое кету. Не понимают. Объясняю грамотно, научно. Нет. Там так нельзя. Там так нельзя. Поэтому пожарок. Пожалуйста, мои хорошие. Если в дальнейшем кто-то хочет от меня отписываться, делайте это красиво. Вас никто не видел, никто не знает. Вы мне погоду. Абсолютно не измените. Вы поняли, о чем я? Вот вы мне погоду не измените. Абсолютно. Так. Читаем дальше комментарий. Читаем дальше комментарий. Так. Вот такой комментарий. Татьяна, вы абсолютно точно говорите. Два года назад, после ваших видео, я за себя взялась. Похудела на 15 килограмм. Держалась полтора года. Значит, носили воле. Носили воле. А потом нажралась с друзьями и пришли эти 15 килограмм. Теперь понимаю свою ошибку. Начинаю потихоньку. Спасибо вам. А, какую ошибку вы поняли? Какая ошибка была? Вы худели, носили воле. Вы будете продолжать с этой ошибкой? Худеть, носили воле? Вы пишите. Я похудела на 15 килограмм. Держалась полтора года. Носили воле. Не держитесь больше на силе воле. Так. Такой комментарий. Дальше читаем. Сейчас, секундочку, секундочку. О, вот. Так. Здравствуйте, дорогая Танечка. Я три раза, значит, я ем три раза без перекуса. Три года уже. Три года. Но, если после 20.00 мне чего-то хочется, я съедаю 7 грамм горького шоколада с чаем или 30 грамм сыр пармезан. В результате удерживаю вес 75 килограмм и даже скидываю немного. С огромным уважением, Зоя. Пожалуйста. Правильно. Жировая субстанция. Таня постоянно об этом говорит. Если вы вечером хотите что-то съесть, то не постный белок яйца, не постную куриную грудку, не постный творог, а вы должны съесть продукт, чтобы была жировая субстанция. Жировая. Это может быть даже бульон, это может быть даже творог жирный, это обязательно. Да, это шоколад. Какао-бобы с низким содержанием сахара, без сахара, из 90% вообще. Вы рассасываете этот шоколад, это жировая субстанция, это насыщение. Да, не выделяется инсулин, как на постную куриную грудку, не выделяется инсулин, как на постный творог. Постный белок это большое количество инсулина, неважно это творог, куриная грудка или белок яйца. Правильно человек делает. И результат, даже в минусе еще. Так, следующий комментарий. Слушаю Таню, пожалуйста. Нам нужны факты, только факты. Так. Так, вот такой комментарий нашла. Доброе утро. Это я, Лошарик с марафоном. О, это кажется Оксана, да, которая попала на марафон, уплатила даже 550 гривен, кажется так. Да? И ноль, ноль результата. Все исправляю сейчас. Две недели, минус 2,5 килограмма. Люди, за две недели, 2,5 килограмма. Представляете, какое счастье у человека. Ушли оттерки. Ушел аппетит. Ограничила углеводы до 50 единиц. Углеводы. Я так понимаю, не продукты, 50 единиц, допустим, углеводов, да? 50 процентов, 50 грамм углеводов. Именно. Какие-то продукты, допустим. Вы же едите 50 грамм углевода, не 50 грамм яблока, допустим, да? Я так поняла. 50 грамм углевода. Аппетит ушел. И я этому рада. Кушаю все с умом. Человек вкушает с умом, да? Сырок, творожок, сметана, курочка, рыбка, кабачковая пицца, яйца. Супер! Я в восторге. Я две недели не кушала после 18.00. Это рекорд. Танюша, вам огромная благодарность. Слушаю вас и молодею, и худею. Образ жизни у меня малоподвижный, кабинетный. Так я теперь прыгаю и бегаю на месте в кабинете 5000 крышков. И бег на месте. Это рекорд для меня. Пока только так. Травмировано колено. Не могу заниматься так, как вы. Но для меня и это рекорд. Дальше буду что-то подключать еще. Ха, травмировано колено. Так у вас же прыжки. 5000. Травмировано колено? Нормально. Вы нормально себя чувствуете. Не прибедняйтесь. Нормально. Все нормально. Люди, какие у нас замечательные комментарии, да? Какие замечательные результаты. Мы на правильном пути с вами. Поэтому, если кому-то не нравится моя информация, пожалуйста, молча, развернулись и ушли. Выход там, где и вход. Кто со мной, дружим, стройнеем и оздоравливаемся. Мои хорошие, сейчас давайте посмотрим парк. Я рассказываю о этой женщине. И вы немножко по спине ее увидите. Она от меня отошла. Ну, постеснялась. Постеснялась. Эта Рафаэлка постеснялась. Да? Значит, и я вам покажу свои тарелочки. Говорю всем до свидания. Всем до встречи. Дальше будет. Мои хорошие, мне удалось пообщаться вот с этой женщиной. Удалось. И минут 10-15 я общалась. Но она постеснялась отдать интервью. Постеснялась. Мои хорошие, я вам рассказываю, что она рассказывает. Она смотрит меня. За год она похудела на 19 килограмм. За год на 19 килограмм. Она ходит много. У нее семья. Ей 52 года. Она ходит не только здесь. Она еще на Троещине, ближе к своему дому. Там ходит. Бывает, два раза в день она ходит. Мои хорошие, два раза в день. Значит, я у нее спросила. Приятная женщина. Ну, стеснюлька, стеснюлька. Я еще толсто, говорит. 87 килограмм. Сейчас у нее рост метр шестьдесят. Кажется, вот так. Она хочет на килограмм десять еще подхудеть. Значит, как она питается? Точно так, как я рассказываю. Творог буквально утром. Столовая ложка кофе. Потом она ничего не ест. Когда она приходит после своей пробежки, вот этой ходьбы быстрой, у нее вообще аппетита нет. Он говорит, вообще аппетита нет. Правильно. Когда человек занимается в темпе, аппетит уходит. Это химия проходит. С гликогеном мышц выделяется молочная кислота. Это как лактат. Человеку не хочется есть. Она не нагуливает аппетит, как многие ходят. Просто нагуливают аппетит. Десять тысяч шагов. Говорит, я ем очень хорошо. Как вы показываете. И бедрышко, и окорочок какой-то, и беточек, и много салата. Я очень хорошо питаюсь. Она говорит, меня удивляют люди, которые говорят, я ничего не ем и не могу похудеть. Это ага поговорить называется. А рассказать. Это такая правильная. И у меня похудения нету. Каши нет, конечно. Потому что моя практика у нее. Она практик. У нее минус 19 килограмм. Но вот я не могла ее снять. Как бы интервью постеснялась. Я ей показывала. Вы так будете выглядеть. Я снимаю только вашу фигурку. У нее хорошая талия. Но низ, конечно, низ. Низ у нее, да. Так, немножко еще надо сбросить. Ну такая фигура у человека. Но умница. Я помню, она была намного полнее. 19 килограмм за год. Мне писали. А похудела ли это женщина? Она быстро двигается в своем движении. Да, за год 19 килограмм. Но питание Танина. Молодец. И она, и я. Умница. Молодец. Я на правильном пути. Моя миссия выполняется. Молодец. Минус 19 килограмм. Это факты. Но не хотел человек дать интервью. Постеснялся. Семья у человека. Не нойте. Готовит всем и пробует. И пробует еду. Все, мои хорошие. Я пообщалась. Я на турничок. Приятно мне было. Здорово просто. Наконец-то я с этой женщиной пообщалась. Классно. А нам умничка просто. Хорошенькая. Умничка. У меня не было дома. Я иду по улице. На улице жарко. Я сама себе. Таня. Таня. У тебя же дома. Желе. Тебя ожидает такой классный. Холодный десерт. Холодный. В холодильничке. В судочках раридетных. Желе. Я вчера сделала желе. Люди. Вечером. Уже поздно вечером. Было темно. Быстренько встала. Взяла упаковочки. И желе. Они у меня всегда есть. У нас в Украине. Мрия. Но это не реклама. Люди. Но это действительно хороший производитель. Что специи. Что желе. Я вчера не поленилась. И залила в судочки желе. Ну и вот сегодня. Посмотрите. Вы только посмотрите на эту креманочку. Да. Обалдеть. Зеленое желе. Это кири. И апельсинчик. И апельсинчик. Да. Смотрите. На кристаллике. Фужерчик. В чашечку. В креманочку. И альтернатива. Мороженому. Комочек йогурта. Вот. Пожалуйста. Производитель ягодин. Называется йогурт турецкий. Холодное желе. Ух ты. С холодильничкой йогурт. Класс. Просто супер. Вот. Пожалуйста. Мы с вами едим. И не чувствуем себя ущемленно. Ты что? Я на диете. Я вообще ничего не ем. Ничего нельзя. Я вырабатываю силу воли. А я не вырабатываю в питании силу воли. И я кайфую. Вы только посмотрите. Готовьте желе. Кто-то сам готовит желатина. Да? Кто-то покупает. Смотрите по производителю. Выбирайте хороший производитель. Ну что, мои хорошие? Кто со мной? Всем вкусного, приятного аппетита. Холодный десерт. Я за любимым делом буду готовить еду для себя. Мне нужен рыбный фарш. Я купила вчера голубой хек рыбку. Снимаю кожицу. Уже начала снимать. Легко снимается. Вчера достала из морозильной камеры. Уже, конечно, помыла рыбу. Сняла кожицу. Сейчас отделю мясо от хребта. Достану мясо и пропущу на блендер. Ой, слава богу, есть блендеры. Не нужно доставать большую электромясорубку. Кенву, да? Сколько это рыбешки здесь? Так, две луковички у меня будет еще. Небольшие средние луковицы. Добавлю соль. Конечно, соль. Добавлю перчик черный. Вот специи для рыбы я не буду добавлять. Нет. Ну и все. Вот сейчас готовлю фарш. Ну, может быть, подумаю и добавлю зелень. Это уже как захочется мне. Заодно я сейчас буду пить кофе. Это вторая чашка кофе. Сливки. Одноразовая пипеточка. Вот эта пипетка у меня на два раза. Только на два раза. Я не люблю очень жирный и молочный кофе. Не люблю. На два раза. Вот эта пипеточка. Кофе готов. Без сахара, конечно. Пью кофе. И занимаюсь рыбкой. Фарш готов. Перебила рыбу на блендер. Смотрю, она мокрая. Мокрая. Водичка. Заливается рыба водой. Я ладошками даже отжала рыбу немножко. Вода ушла. Потом отдельно перебила луковицу. Полторы взяла луковицы. И потом уже перебитую луковицу соединила с рыбным фаршем. С рыбкой. Добавила соль и перец. Кто-то может добавить и специи различные. Кто что хочет добавляет. Кто-то зелень добавляет. Я не добавляла. Но это по вашему желанию. Это чепуха. Так. Что я хочу приготовить сегодня? Я хочу сегодня приготовить бризольки. Да, бризольки. Кто-то скажет. Таня, ничего себе. У тебя же адекватное питание. Бризольки. Люди, это так правильно будет. Бризольки. Самое главное небольшое количество углевода. Вот допустим, нам на одну бризольку нужно две вафельки. Да. Давайте взвесим сейчас и увидим вес вот этих вафелек. Да. Обнуляю весы. Так. И положим две вафли. Сюда, мои хорошенькие. Два грамма. Два грамма. Значит, съедаем, допустим, четыре. Нет. Съедаю пять бризолек. Допустим, пять бризолек. Сколько углевода я съем? Два умножим на пять. Получится десять грамм. Десять грамм – это что? Вес? Это количество углевода? Нет, конечно. Спокойно. Спокойно. Готовим бризольки. Спокойно. Кто-то мясные готовит. Да на здоровье. Мне нужен кляр. Это только яйца. Как заметили, яиц в фарше нету. Яйца взбиваются вилкой сначала. Сковородка уже у меня на плите. Разогревается. На разогретую сковородочку я налью растительное масло. И буду выкладывать бризолечки. Вот сейчас буду готовить бризольки. Мясо я положу побольше. Смотрите. Сверху накрываю вафельками. Сейчас подрумянится. Каких-то пару минут я переворачиваю на обратную сторону. Подрумянились. И я прикрываю крышечкой. Красивые, правда? Пышненькие такие. Пышненькие, да? Напоминает, что сэндвич, да? Две на сковородке. Не поместились все сразу. Не страшно. Сейчас хватится. Я переверну на обратную сторону. Меньше горек нужно сделать. Бризольки отдыхают. Сейчас остынут. И я положу в раритетный судочек. И в холодильничек. Всю рыбку я не израсходовала. Смотрю, хорошие кусочки. Такие крепкие, хорошие филешечки, да? Думаю, точно, Таня. Посоли. Как бы замаринуй немного. Я добавила еще специй. Это специи Мрия. Кстати, желе. Мрия. Производитель. И специи для рыбы, для мяса тоже Мрия. Очень хороший производитель. Специи без ешек и без соли. Без соли. Это классно. Добавила специи, соль. Пергамент я смазываю сливочным маслом. Сейчас делаю конвертики. Сковородка у меня уже разогревается на плите. Сухая сковородка. И я выкладываю вот эти конвертики с рыбкой на сковородочку. Смотрится это вот так. Приблизительно по 5 минут с каждой стороны. Сковородочка чистенькая. Это приятно. А вот так смотрится обратная сторона. Сковородка чистая. Рыбка вот так выглядит. Кто боится жарки на сковородке, пожалуйста, готовьте вот таким способом. Даже моего прекрасно жарится. Прекрасно. Дело сделай. Гуляй смело. У меня раритетные мои судочки. Даже рыбка нарисована. Смотрите. И тут рыба. Да? Все. Все остывшее. Накрываю крышкой. И ставлю в холодильник. Готовлю себе еду. А именно салат. И вот, пожалуйста, посмотрите, сколько у меня овощей и зелени на досочке. Вот количество. Количество овощей. Помидоры. Два помидора. Огурец. Чеснок. Два зубка. Порезал кусочками. Целая луковичка средняя. Полукольцами. Перец. Целый перчик. Зелень. Кинза. Петрушечка. Но не 100 грамм. 50 грамм точно здесь есть. Точно 50 грамм есть. Ну, вот, пожалуйста. Вот столько зелени нужно съедать. Закон стройнеющего. Гарнир. Мы не едим. Мы не положим гарнир на тарелочку. А мы положим на тарелку, в салатницу много овощей. То есть салат. Или у кого-то термически обработанные овощи. Кто-то запекает в духовочке. Кто-то тушит овощи. Любые, какие вам нравятся. Закон стройнеющего. На тарелке ни зерновых, ни макарон не должно быть. Вот, пожалуйста. У меня будет заправочка такая. Оливковое масло, яблочный уксус, перцы и травка сумак даже. Это будет очень вкусно. Украшайте вкусно свои салатики. Вот это салатик, да? Вот это клондайки витамин. И вот так выглядит моя еда. Большая миска салата. Даже не салатница. Миска! Миска салата! Посмотрите. Съедаем вот такой клетчатки, вот таких овощей 300-400 грамм. В принципе, это не плотная клетчатка. Огурец, помидор. Но это влага. Но все равно это витамины. Больше всего витамин это овощи, не фрукты. Антиоксидант. И чеснок здесь, и лучок здесь, да? И вкусная приправка, оливковое масло с оливковым маслом. Аккуратнее, не переборщите. Не столовую ложку или с бутылки боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль, да? Чайная ложка и не больше. Чайная ложка. Еще будет яблочный уксус или будет лимонный сок. Еще будет соль, какие-то специи. И влага обязательно будет. Поэтому не нужно наливать столовую ложку растительных масел в салат. Любая столовая ложка с растительным маслом, это 180 калорий, один кусок батона. Я только напоминаю, значит побольше салатика, поменьше растительных масел. Чайная ложка достаточно. И вот, пожалуйста, брезольки, да? Такая объемная порция. Вы только посмотрите. И брезольки есть с рыбным фаршем, да? Рыбка есть. Вы только посмотрите. И углеводы даже есть. Таня, у тебя же углеводы, кто-то мне скажет, да? Белая мука. Да, белая мука. Но сколько здесь грамм углевода? Сколько? 6 грамм? А хлебная единица это сколько? 12,5? У меня даже нету одной хлебной единицы углеводов. Здесь 6 грамм углевода. Вы представляете? Люди, готовьте такие брезольки. Не обязательно с рыбным фаршем. С мясным фаршем будет замечательно. И получается просто беточек, да? Просто беточек. Вы только посмотрите. Закон стройнеющего. Мясо 200 грамм, да. Рыба 200 грамм, да. Салат 300-400 грамм, да. Вот это сытно будет. Побольше салатика. Салатик может быть разный. Грубее овощи. И морковку можно потереть, и бурячок можно, и капусточку пошинковать. Грубее овощи. И вы будете насыщаться. Но все, мои хорошие, рассказала, показала, напомнила. Едим по-царски. Да, просто по-царски. Объемные порции. Да еще и стройнеем. Кто со мной, всем приятного аппетита.